Всем привет! Продолжаем знакомиться с работами художников Генри Александр Боулер. Родился 30 ноября 1824 года, а в 1903 в августе умер. Английский художник. Много лет был учителем в Королевской академии художеств, вставлял там картины. Родился в районе Кенсингтона в Лондоне, семье Чарльза и Фрэнсис Энн Боулер. После образования в частных школах изучал искусство в школе Ли и государственной школе дизайна в Соммерсетхаусе. Я пользуюсь переводной википедии, данных очень мало, но то, что есть, картины набрал и вот зачитываю то, что мне удалось найти. В 1851 году был назначен директором художественного колледжа Стоу-Бриджа, но скоро был переведен на должность преподавателя в школу Соммерсхаусе. В 1853 году женился на Эллен Арчер, дочери Томаса Арчера, викария. Имел трех сыновей, одну дочь. В 1876 стал помощником директора по искусству Южного Кенсингтона. С 1861 по 1899 годы Боулер был преподавателем перспективы в Королевской академии художеств. Занимал важные посты в организации международной выставки 1862 года и последующих выставок. С 1847 по 1871 год Боулер выставил 10 картин Королевской академии, а несколько других в Британском институте, ну и в различных других местах. В основном это пейзажи, известная работа Сомнения, могут ли жить эти сухие кости 1954 года. Выставлялась эта картина в Королевской академии, а затем на международной выставке 1862 года. В конечном итоге эта работа была подарена галереей Тейт одним из членов семьи в 1921 году. Умер в своем доме в Финсингтоне 6 августа 1903 года и был похоронен на кладбище Кенсалгрин. Ну вот так вот вкратце все, что удалось найти о Генре Александре Боуле, английском художнике. Пока-пока, до свидания.